Солист группы Дюна был женат трижды. Первый брак Виктора случился, когда ему было всего 20 лет. Однако союз распался после того, как его призвали служить в ВМФ на Камчатку. Жена Екатерина не стала дожидаться мужа и ушла от него. Спустя несколько лет, в 1985 году, он снова решил жениться. Его избранницей стала девушка по имени Елена. Но и этот брак не принес счастья музыканту. Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария. Я не разводился с женой из-за дочери. Хотел, чтобы пошла в хорошую школу. Там изучают иностранные языки, китайский, английский, дают соответствующее воспитание. Но принимают туда только при наличии папы и мамы. Я всегда хотел, чтобы дочь получила хорошее образование. Признавался Рыбин Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Воспитывают сына фото Лиджин Медиа в эфире программы «Когда все дома» 26-летняя Мария рассказала, что расставание родителей она перенесла легко. По ее словам, во многом это получилось благодаря мудрости папы и мамы. Возможно это воспитание мамы и папы. Но мне было легко. Папа всегда был рядом, всегда был на связи. Приезжал, я к ним тоже приезжала. Никогда не было с этим проблем поделилась она. Сейчас Мария Рыбина уже окончила институт и работает в полиции офицером. Как она сама говорит, родители не были против ее выбора. Во многом папа даже стал наставником. Для меня папа это, прежде всего, пример признается Мария. Она унаследовала его характер, твердость и честность. Именно благодаря эти качествам столь хрупкой девушке удается занимать такую ответственную и сложную должность. Сам Виктор Рыбин признается, что наследница имеет даже большую силу духа, чем он сам. У Марии также сложились прекрасные отношения с мачехой Натальей Сенчуковой. Еще будучи ребенком она часто приезжала погостить к ним в дом. Напомним, Виктор Рыбин женился на певице в 1998 году. В момент их знакомства Наталья танцевала в ансамбле. Встретились за кулисами Олимпийского. А 12 февраля 1999 года у пары родился сын Василий. Клэс Поуст 638 589 подписчиков.